Частный дом на окраине Сызрани. Наблюдение за его обитателями наркополицейские вели несколько месяцев. Подозрения вызвали постоянно запотевшие окна здания, доносящийся характерный запах и зеленоватый свет в помещениях. В итоге сомнений, что здесь занимаются производством наркотика, не осталось. В момент визита правоохранителей в доме находился хозяин, 60-летний мужчина. Для изготовления масла, как выразился мужчина, в одной из комнат было припасено более 250 кустов конопли. Также в ходе обыска было обнаружено более 20 килограммов готовой к употреблению марихуаны, выжить из которой уже вряд ли что получится. По словам хозяина, незаконным бизнесом он занимался один. Но по имеющимся у наркополицейских данным, к организации нарколаборатории причатен и его сын, который ранее уже был судим. Отец работает сторожем в школе, а его сын работает на спасательной станции города Сызрани. Причем при трудоустройстве на эту спасательную станцию сын утаил тот факт, что он был ранее судим под статьей 318, то есть это оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. А этот молодой человек, употребив спас, сел на мотоцикл и поехал в Пензенскую область, где был остановлен сотрудниками ДПС, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование о факт опьянения, он отказался, устроил драку. Сейчас молодой человек находится в розыске, как и его отец, который, ссылаясь на плохое самочувствие, скрылся от правоохранителей. Уголовное дело возбудили по двум статьям. По оценке наркополицейских, в результате рейда была ликвидирована крупнейшая за последние годы в Самарской области лаборатория по производству и культивированию конопли и марихуаны. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.